9 ноября территория, прилегающая к музею Тургенио, стала большой концертной и выставочной площадкой. Лучшие творческие коллективы региона подарили свое мастерство горожанам. Это все наши дочки, там они хорошие. Мы каждые дни подготавливались к выступлению. И, как говорится, выступили просто хорошо. При долинушке, долинушка растет. При долинушке, долинушка растет. Тургеневская осень в Орле на аллеях Тургеневского сквера. Фотовыставка, экспозиция народных промыслов, книги орловских авторов о Тургеневе, мастер-классы. Сегодня мы, например, разместили, наши сотрудники здесь, свои материалы, свои столы, связанные с мастер-классами. По изготовлению, например, игрушки под названием «Мумушка». Мы хотим, чтобы каждый открыл своего Тургенева, его прекрасный язык, его лексику. И далее мы предлагаем всем читателям поиграть в биографическую рулетку. И вам тоже. Губернатор Андрей Клычков и председатель облсовета Леонид Музалевский вместе с горожанами и гостями областной столицы приняли участие в праздничных мероприятиях. В память о сегодняшней дате они посадили рябину. Страницы истории свидетельствуют о том, что 9 ноября 1818 года в полдень в Орле в семье ротмистра кавалергардского полка Сергея Николаевича Тургенева и Варвары Петровны Тургеневой родился сын Иван. Ему суждено волостать великим писателем, а его творчеству сыграть огромную роль в истории русской и мировой культуры. Именно Орловская область указом президента Российской Федерации определена Всероссийским центром празднования Тургеневского юбилея. Накануне этого славного праздника в наш адрес пришло поздравление от Владимира Владимировича Путина, в котором президент говорит об огромном влиянии творчества Тургенева на многие поколения, на развитие литературы и общественной жизни нашей страны. Тургенев и сегодня очень актуален. Я думаю, действительно, Иван Сергеевич в своем творчестве, в своей жизни оставил нам самый главный урок «Любить Родину». Будучи послом русской культуры в Европе, возглавляя вместе с Виктором Гюго Международный конгресс-литератором, он всегда всем показывал, что его родной берег – это его Россия. Готовились к юбилейной дате библиотеки Орловщины, выставки, круглые столы, литературные и театрализованные акции. Сегодня можно подвести черту. Если мы будем читать Тургенева, наша нация сохранится, потому что сохранится русский язык. И мы вот работаем для того, чтобы молодежь, наше поколение читало Тургенева. 70 мероприятий областной библиотеки за год, именно посвященных Тургеневу. Это как раз тот день, когда хочется перечитать или открыть для себя произведение великого классика, будь то записки охотника, отцы, дети или первая любовь. Я выросла на Тургеневе, я вообще влюблена в него с детства. Я через много лет встретила свою одноклассницу, и она мне спустя 20 лет сказала, что в классе меня называли Тургеневской девушкой. Вы берете дворянское гнездо и за Тургеневу, вслед за его героем и слизой, посещаете Орел, окунаетесь в это удивительное слово, которое у Тургенева, и чувствуете вот эту атмосферу, язык Орловщины нашей. И, конечно, через это вы по-другому смотрите на наш Орел современный. Гостей пригласили в Старейший музей России. Он был основан в ноябре 1918 года в честь столетия со дня рождения великого писателя. Музей Тургенева обновил экспозицию. Она более экспрессивна. Здесь вводится много новых вещей, много новых экспонатов. В некотором роде наш народ Орловский и бизнесмены, и умельцы, и художники, и скульпторы приложили руку, так сказать, к этой нашей новой экспозиции. Ну, например, я вот сегодня забыла сказать, что куропатку нам предоставил Евгений Михайлович Ноздрин в дар. Национальное достояние и реликвии. Здесь все, что связано с именем великого мастера слова. Портрет Тургенева работы Маковского появился в музее 150-летию в 1968 году. Министерство культуры Советского Союза купило этот портрет у владелица, его актриса Софья Петровна Близняковская, и безвозмездно передала в музей Тургенева с тех пор, который находится у нас. Почти 50 лет трудится здесь научный сотрудник Орловского объединенного государственного литературного музея Тургенева, председатель Тургеневского общества в Орле Людмила Анатольевна Балыкова. О сегодняшнем дне хранитель истории говорит так. В некотором роде для каждого из нас, кто работает недавно и кто работает давно, как я, это тоже второй день рождения. Конечно, для нас Тургенев формировал, нас он моделировал, нас он лепил все это время. Мы над ним размышляли, мы его полюбили. Не только прикоснуться к истории, но и послушать отрывки из произведений Тургенева в исполнении мастеров слова. Такая возможность предоставилась гостям. Нечто необыкновенное произошло в это самое мгновение. Внезапно, среди глубокой тишины, при совершенно безоблачном небе, налетел такой порыв ветра, что сама земля, казалось, задрепетала под ногами. Тонкий звездный свет задрожал и заструился. Самый воздух завертелся клубом. Вихрь, не холодный, а теплый, почти знойный, ударил по деревьям, по крыше дома, по его стенам, по улице. Он, говерно, сорвал шляпу с головы Сталина, взвил и разметал черные кудри джеммы. Вспомнишь и лица, давно позабытые. В этом зале история перекликается с нашими днями. Фильм Веры Глаголевой «Две женщины», снят по мотивам пьесы «Месяц в деревне», написанный русским писателем Иваном Сергеевичем Тургеневым в 1850 году. Теперь в музее хранятся костюмы героев. Незадолго до своей кончины она передала нам сценические костюмы из фильма «Две женщины», которые снискали огромный успех во многих странах. И мы решили в этот день представить дар этой замечательной женщины. Обновленная экспозиция – лучший подарок орловчанам и гостям города в год юбилей Ивана Сергеевича Тургенева.